Ребята, всем привет! Мы снимаем снова реакцию с Кариной. Ау! Бай-бай! Снова будем снимать реакцию на кукинг. Сейчас, минутку. В блок! Снова снимаем реакцию на кукинг, но в этот раз уже на третий выпуск про рыбу, где мы её разделываем. Сейчас будет интересно, наверное. Да, видео длится всего лишь 13 минут, но если эта реакция длится 50 минут, ради бога, извините. Но я не знаю, я думаю, что... я не знаю. Но может мы захотим прокомментировать этот сюр, который будет твориться в видео, поэтому не будем себя останавливать. Let's go! А, подожди, у нас как всегда сыр, виноград, всё ещё. Чай, лептон. Лептон. В целом мы можем начинать. Давай. У меня есть ещё водоросли. Очень острые. И если я подавлюсь во время просмотра, сорян, я уже просто чуть не отбросила коньки. Это было ужасно. Прям васаби в нос ударило. Как всегда. Здрасте. Блин, я не вижу. Хватит! Плохое у неё зрение не видеть. Сделали операцию на 160 тысяч. Всё равно он не видит. Тебе... Не 150, больше, Лептон. Сколько? 180, 190. 200, по-моему. А я так запомнила. Я почему-то здесь сказала 150, хотя по моим воспоминаниям всегда, когда кто-то что-то спрашивает. Типа, ой, Юль, там, ну, кто-то из, типа, людей, которые знают тебя, тоже думают, а Карина же там делала операцию, а ты не помнишь, за сколько, чё? Я говорю, типа, 180, по-моему, типа, я не знаю. Вообще разница невелика, типа, поэтому пофиг. Но сейчас эта операция стоит гораздо дороже, потому что это клиника, в которой я делала, они принимают в евро. Когда я делала операцию, эта операция стоила, блин, я не помню, сколько тысяч евро, но мы прям платили еврами, поэтому сейчас она в два раза больше. А ты помнишь, как ты решилась вообще на операцию? У тебя прям очень плохое зрение было. Ну, я помню, что ты в очках. Мне было минус три, это достаточно неприятно, это не ужасно, но, конечно, жизнь поменялась, разделилась на до и после. Это так смешно, на самом деле, моя мама услышала рекламу по радио, и она мне просто сказала, погнали, и я такая, а, давай. И я как-то, честно, не знала, даже не гуглила, как эта операция происходит, поэтому я шла, как ребёнок, знаете, просто, ну, к врачу условно, и не знала, что меня... Можете просто мазью помажет и всё. Да, типа, я не знала, что будет, я не знала, что я не буду спать в этот момент, я, как бы, вообще ничего у меня не было. И, ну, просто получилось так, что я прихожу, у меня есть видео на эту тему, это очень долгая история, как это всё происходило, это очень, на самом деле, забавно, но сейчас у меня уже прошло 2014 года, может, 5 лет, и у меня отличное зрение до сих пор, и слава богу, мои хорошие, так что решайтесь на эту операцию и не смотрите видео о том, как оно делается. Да сейчас уже все об этом сняли видео, тоже, я уверена, много кто... Но самое страшное, самое главное, лучше накопите деньги, потому что это очень важный момент у вашего здоровья, и не ходите абы куда, потому что куча разных видосов в интернете, где люди в слезах сидят, рассказывают, как мы испортили зрение в каких-то клиниках непонятных, ну, понятно, что... Ну, я могу сказать, где, чтобы... Ну, скажи. Это, конечно, получается бесплатная реклама, но... Что? Но это действительно очень опасно хранить в непроверенном. Находится она на Патриках, напротив сода моды, Европейский центр здоровья, доктор Элиас. Вот. Ну, короче, записали, денежки копите, но лучше сходите в хорошее место. И я тебя там подкалываю в видосе, что ты что-то там не видишь. Обожаю. Да. Да? Да. Смешно. Что надо? Всем привет. Меня зовут Юля. А это Карина. И сегодня, боже мой, что? Что? Короче, сегодня мы снимаем кукинг. И что? Карина, расскажи, что мы будем готовить сегодняшний день. Мы будем... Мы будем запекать рыбку форель вместе с картофель в духовке в фольге. И все. Аппетитно, ножом. Воняет рыбой, кстати, я люблю рыбу. Я тоже, но никогда сты... Учитывая то, что нам сейчас надо будет изымать ее внутренности и очищать... Я ее не разумею видела. Я вообще... Но мне противно, как сеть, как сына. Привет. Ты что? Ты такая красивая. Не надо слов. Больше действий. Мне кажется, она пос... Нет. Ты брекета. Да, я вижу. А я еще нет. А ты еще нет. Но у меня, походу, ресницы нарощенные. Они у тебя с 10 лет нарощены. Нет, 16. А нафиг. На самом деле, я ненавижу рыбу. А, вот почему монетизацию сняли. Она дарегнула. Я не буду пышать. В самом деле, по сей день, эта процедура остается самой нелюбимой для меня. Никогда в жизни я не куплю рыбу, которую нужно разделывать сразу. Стейки, кусочки. Да. Как наши мамы этим занимались, и кто-то сейчас до сих пор занимается, я не знаю. Я даже раньше курицу могла разделать. Сейчас я вообще... Ну, типа, мне тяжело это психологически. А что курицу разделать? Ломать кости. Нет, я это буквально недавно делала. Я тоже иногда делаю, но каждый раз я это делаю. Я думаю, господи, вот я живодерка. Типа, ну, твоя вивочка размера курицы. Прикинь, ты ей вот в следующий раз, когда будешь делать? Ну, не, ну, не придумывай. Курица все-таки вива весит, там, не знаю, 2 килограмма 300 где-то. А курица-то столько не весит. Сколько она весит? Ну, килограмм. Не знаю. Вот не важно. Важно то, что размер ее лапки и размер куриной лапки почти одинаковый. И вот я в последнее время поймала себя на мысли, что когда разделываю курицу, если я не просто купила грудки отдельно или отдельно ножки, а вот курицу реальную, и мне надо ее разделать, это просто для меня психологически капец как сложно. Я в такие моменты всегда задумываюсь о том, что я хочу стать веганом. Ну, потом забываю как-то. Не, меня не возьмешь с такой темой. Сколько мне там видосов показывали жутких, где там животные и так далее. Ну, это, знаете, такие видосы, типа, посмотри, и после этих видосов все перестают есть вот эти вот животные продукты. Я посмотрела, думаю, ужас, ужас. Ну, что я мясо люблю, что я могу поделать? Это как мне показывали, как Макдональдс делают, типа, то, что там не наггетсы, а, ну, короче, как, типа, наггетсы делают. Всякие стрёмные видосы тоже ходили. Не знаю, я очень люблю наггетсы. Вообще обожаю. Я, кстати, ни один видос про Макдональдс не смотрела, в котором рассказывают, из чего делают что. Но я смотрела про зверей, и один раз даже на два дня стала веганом. Ну, я думала, что я стану, а потом я пришла в Макдональдс как раз-таки. И мне так захотелось называться бургер какой-нибудь, наггетсы. Да, наггетсы, помню, захотелось прям. Ну, это такая глубокая тема, может быть, когда-нибудь я к этому приду, может быть, нет. Конечно, я не какая-то там живодерка, и я не хочу, чтобы погибали. Блин, это как-то двулично звучит. Не хочу, чтобы погибали, но ем. Короче, не знаю. Короче, я так к этому отношусь, философски. Это как если взять каких-то древних людей, которые, чтобы не умереть, знаешь, питаются. Они же не могут просто ягоды постоянно есть, или траву какую-то жевать. Даже звери, хищники, сколько их львы, тигры. То есть не одни люди кушают мясо. Поэтому меня это успокаивает немножко. Ну да. Это то, что все животные травоядные. Круговорот природы, скажем так. Ну да. Ну, грустно. Просто другое дело жрать людей. Блин, брат. Недавно я удаляла зубы. И я выпила в тот день очень много своей крови. Да. Я людоедка. Да нет, ты просто кровь попила. Ты лампир. Да, это очень невкусно. Кровь это очень невкусно. Интересно, как это влияет на организм, когда ты пьешь собственную кровь. Ну, случайно. Просто, мне кажется, никак. Наверное, никак. Я видела видосы, африканские люди, именно которые живут в племенах и так далее, они пьют кровь животных. Ну, нравится им. И я такая, фууу. Ну, понятно, что это разные вещи, да? Но всё равно по факту я выпила тоже крови. Это так мерзко. И ещё. Я погуглила, сколько калорий в крови. Там есть калории, я не помню, сколько. Погуглите. У каждого, на самом деле, человеческого этого органа есть тоже калории. И, по-моему... Давайте погуглим. Это интересно. Сколько в человеке калорий? Пока ты гуглишь, так скажу, по сути, ничего такого нет, чтобы пить кровь животных. Ну нет, это дичь. Но, по сути, когда я заказу себе стейк, мясо, говядина, там может быть кровь. Просто я её не пью вот так вот из стакана, с трубочкой из Макдональдса. Прикинь. Среднестатистический мужчина содержит 125 тысяч калорий. Если съесть мужчину, то будет 125 тысяч калорий. Офигеть. Интересные факты с Кариной Коспорианс. Или Пошман. Не, ну столько не съешь, зараз. Если заморозить, расчленить. Ну, да, хватит. Ты наладует. Я здесь такая худенькая. Это пик моих куда-бы. Практически. Когда ты в Америку ездила. Это, по-моему, после. Это я уже в универе. То есть это я уже чуть поднабрала. Где-то 50 вешу. Как ты в Америке не поправилась? Ну, чуть поправилась. Вообще-то интереснейшая история моя хорошая. Я весила 47 где-то, когда я поехала. Как ты сейчас? А я, может, уже и не 40. Ну, плюс-минус. Кошмар. Очень мало, да. И у меня прослеживались нотки, я не знаю, как это называется. Ну, какое-то конкретное расстройство пищевого поведения. Но мне норм было есть, типа, на 1100 калорий в день до того, как я улетела в Америку. И это очень мало. Нужно есть там хотя бы полторы. Все такое. Но я все время считала, что мне мало. Я могу еще скинуть, еще скинуть. И тот факт, что я поехала в Америку и увидела там все разнообразие бургеров. Все такое. Всяких кофе в Старбаксе, потрясающих, которых мне захотелось покушать, попить. Я бросила эту идею, типа, есть на мало, считать калории. И это спасло меня от каких-то возможных исходов. Потому что я реально помню, как до Америки я поехала в Актау. Там я тоже каждый день бегала. Я там ела очень мало. У меня тогда был еще дневник питания. Я прям помню, что я ела, типа, на 1100 калорий. И мне было, о, господи, как я объелась. То есть я настолько все в себе уменьшила. То есть Америка меня спасла. И после этого я как раз начала потихоньку-потихоньку возвращаться к весу. У меня восстановились эти дни. Все такое. Ну ладно, это неинтересно. Давай дальше. А, я хотела сказать, что у меня здесь опять стрёмный хвост. Как будто я его опять ногами завязала. Что такое? Я не понимаю. Да ладно? Ну, я вот на себя смотрю, думаю, такая неухоженная. Хотя, мне кажется, я всю жизнь за это топила. Надо быть уходной, надо быть уходной. Короче, не знаю. Ну, видимо, не всю жизнь. Ну да. Нет, ну ты еще в прошлом видео сказала о том, что ты за то, чтобы, когда готовишь, волосы не попали в еду. И поэтому ты сделала хвост. Да, но ведь можно было сделать его аккуратным, красивым, а не так, что у меня вот так вот сидит. Ну, мы дети здесь. Я в первый раз это здесь делаю. А, это ты? Мы же в одинаковых футболках. Вот и я. Ты тоже будешь делать. Хозяюшка. Мне кажется, и так надо сделать. Да, так надо. Все, походу, разобрался. Я сейчас ее просто помрею. Не, не, не. Надо еще будет разрезать ее и выдергивать оттуда во все. А бошку ей когда отрезать? Не знаю, можно с ней запечь. Не давай. Блин, она что-то надулась. Я думала, ей не нравится. Как дела? Тебе нравится? Очень. Я прям сижу такая с компьютером, отдыхаю. Ну, скорее бы, скорее рыбу принесла, хочется такое сделать ее. Картофель. Может, картошку пока поставить? Можно. Пока Юля насилует рыбешку, я жду своего. Я просто чешуей. Я буду чистить картофан. И, собственно, все. Мне кажется, в этом деле, братцы мои, главное терпение. Лучше бы Макдональдзе не дали. Нет, не скажи. Ну, ладно. Я бы просто Мак все равно не пожрала, а то хотя бы видос сниму. Не, ну, можно было бы сказать, что мы с тобой Макскую еду готовить имеем. Знаешь, убил кошку. Бастер такой сидит на кухне, а потом Бастера нет на кухне. Ну, погуляй, пожалуйста. Пейс. Что? Что? Нет. Нет? Ну, ладно. Что там? Мне кажется, если бы были блогеры сейчас, которые выставляли подобный контент, их бы зашеймили, их бы заканцелили, вот это все, что есть сейчас модно. Типа, я не знаю, можно это говорить, думаю, если что вырежешь. Условно, Даня Милохин прокатился без прав на своей машине, и на него начали все нападать, что типа тебе нет 18, а нет, ему есть, у него нет прав просто. Он катается без прав, по-моему, он прокатился на участке, ну, где они живут, то есть он никуда не выезжал, но начали писать СМИ об этом. И мы с тобой, катающиеся 16 лет по даче, и никто нам ничего не говорит. Реально, мир поменялся, и сейчас надо быть более ответственным. Я думаю, что поэтому как раз ситуация там с Лондоном моя, она 5 лет назад условно не взбудоражила так народ, как сейчас, возможно, мне стоило об этом подумать. Тогда у тебя тоже не было прав, но мы катались реально типа по кругу около дома дачного, у меня было ни людей, ничего, так что это нормально. Ну, это интересно, с другой стороны, столько людей выросли на наших видосах, и нормальные люди, нормальные, веселые ребята. Да, но сейчас такой контент бы очень сильно был, вызвал бы негативную, мне кажется, ну, блин, мы над Римой издеваемся, не знаю. Да не, ну а что мы, мы просто прикалываемся, она же, ну, типа, уже мертвая, что мы над ней, ну, ну, нет, это звучит странно, но я имею в виду не это, то, что в нашем конкретном исполнении такой контент сейчас был бы странный, как минимум просто потому, что, ну, типа, камон, вы же вроде взрослые, что за фигня? Ну, представь, какая-нибудь юная тиктокерша сняла бы, как она мучает, хоть я уже мертвую рыбу к себе в тикток, по-любому там был мертвый. Ну, а как мучает, ну, что, мы просто ее чешем, ну, не знаю, я просто не... Это понимаешь, как посмотреть, так-то придраться всегда и найти какой-то вариант, за что зацепиться, ну, это можно всегда, а если на это смотреть попроще, то, ну, ну, ладно, ну, чушь, угарчик, при том, что все смотрят, до сих пор угорают этот видос смотрят. Это верно, ну, может, я не права, но мне так показалось именно из-за этой ситуации с Милохиным. Ну, вот то, что с Милохиным, это интересно, да, потому что... Нам вообще никто ничего не говорил, вот реально. Потому что сейчас популярности другие. Мы по тем временам были очень непопулярны. Непопулярны. Популярны. Но сейчас больше людей, больше молодежи, больше вот эта вот крутость и вообще мир блогеров, поэтому, наверное, скажем так, будь у нас сейчас та популярность, что тогда, на эти вещи по-другому бы смотрели. Ну, тоже верно. И, возможно, нас бы тоже негативили за то, что мы катаемся по даче, там, без прав и вообще в 16 лет. Но я думаю, что просто, ну, не то, что мир меняется, люди более злые становятся и более, не знаю, не знаю. Все злее стало, мне кажется. Давай, давай. Что это? Ты можешь. Ну, ладно. Честно, я не любитель трупов. Надо будет плюс 18 поставить. Не, не нравится мне это. Не нравится. Нравится, нравится, малолетняя преступница. Памена девочка. Что? Ты в перчатках. Ну, ладно. А это в пакетик надо упаковать. Отправить ее родителям. На сих пор вспоминаю эту шутку. Какую? Он говорит, что это в пакетик надо собрать и отправить ее родителям. Я забыла о такой шутке. Это просто вещепилотаж. Жестко, но типа черный юмор. Я люблю черный. Я тоже. Обожаю. Так, посмотрим. Знаете, мне кажется, у вас насморк. Знаете? Надо в пакет это, а не в раковину только. Вам нравится эта теплая вода или поколоднее? Как изгонится. О, а это рыба. Что прикажешь делать? Карина, короче, делает то же самое, что и я. У нее тут уже есть дырочка. Короче, я порезала картофан. Ну, точнее, Карина, в большинстве. Я просто две или три штуки порезала. Вот, сейчас порезаем до конца рыбу, и потом уже ставим, что-то куда-то я. Не знаю, что вы будете делать. Блин, тут курят... Ой, рыбы вообще нет. Ее вообще надо было резать. Ты издеваешься сейчас? Ты же сказала, что знаешь. Нет, не знаю. Ты же сказала, так мама твоя делала. Мама, да, делала. Что-то мне не хочется эту рыбу. Может, Макс закажем, пока не поздно. Блин. Брат, я не хочу есть. Давай Гоша пожрет тебя. А то он себе там что-то пиццу какую-то заказывает. Смотри. У тебя-то еще ладно. У меня вообще, ну, у меня поменьше. Сама она. А, ну ты как одела, я посмотрю на это. Может, пока не поздно суп погреем? Мы с Можем не справимся. Мы же хозяюшки. Черт, мне кажется, кость просто не нужно было выдирать. Вот это 100%. Да. Да, нечего-чего мне очень много доплатили, что я верила. Потом я купила себе молочи, но потом я проснула. Надо было почитать рецепт. Вот что я могу сказать. От рыбы тут вообще... Нам понадобится фольга. Если бы рыбы было много, знаете ли, то было бы нормально. Но у нас уже плохо все начало получаться, поэтому... Думаешь? Ну, мне так кажется. Короче, выкладывайте вашу рыбу. И так, мне кажется, все-таки теперь мы должны порезать свои вены. А, давай. А почему мы это раньше не сделали? Просто. Мы вообще... Я рецепт не смотрела. Я просто режу и ставлю сюда картофан. Это нормально? Чем тоньше я это сделаю, тем лучше. Я не помню, как это по-русски. Помогать мне, потому что это долго делать. Что я делаю? Я не знаю, брат. Я вообще здесь. Кто я? Я неправильно сделала, но у меня немножко логика не сработала. Можно посмотреть? Одну рыбу надо класть тут. 8 октября 2014 год. Да, это месяца полтора, как я в Москве. Может, месяц. Конец мы. Да я кто-то это на пол шмякнику. Такой была на первом курсе. Уже должна была быть как... Ты видела, какие сейчас на первом курсе универа есть? Фифы. И я, блин. Да, в школе уже в 11-10 классах такие, а? Шок! Чтоб я так выглядел. Тогда. А я вот так выглядела тогда. То есть, когда ты на первом курсе, значит, я в 11-м? Нет. Это начало твоего 11-го класса. Ну, когда ты закончила школу? Я в 2014-м. Это 14-й, значит, ты в 11-й. Ну, не была ты в 2011-м классе. Ну, подожди. Мне кажется, я не была такой страшной в 11-м классе. Как минимум, у меня стояли брекеты в 11-м классе. Это начало, это самый первый месяц. Второй сентябре мы идем в 11-й класс. Ты и я на первый курс. И это октябрь. Кто покупает такой виноград, что его резать надо, чтобы съесть. У нас нормально получается. Все равно жрать так склиниваешь. Нет, почему? Это будет вкусно. Я тебя базарю. Знаете, лучше, когда моя мама готовит рыбу. И что дальше? Нет, зачем ты это делаешь? Я сейчас убираю. Мы там будем жарить? Конечно. Нет, тебя не пойми, знаешь. Убери это, убери то, положи туда, сделай так. Помой это. А когда начнется мое время? Ну, в общем, посыпаем тертым сыром. Мы решили сразу купить сыр. Тертый. Чтоб не тереть его. Ну, а что? Бери картошку! И дай. Помогай резать. Я буду подавать. Мне нельзя, я болею. В прошлом видео у меня были брекеты? Нет. Которые мы смотрели. Нет, у тебя не было брекетов? Точно, мне их поставили перед Америкой. Подожди, что со второго кукинга к третьему так много времени прошло? Возможно. У нас были до этого куча всяких тегов и так далее и тому подобное. У меня ресницы появились нарощенные, я тебе говорю. А-а-а, до этого не было. Я все равно не понимаю, я ресницы начала делать в десятом классе. До этого как будто бы не. Подавай тогда, ладно? Да, иду, подам. Держи, брат. Такой я пацан. Я просто лютый пацан. Ну, я сейчас бывает пацан. Даже Слава иногда надо мной угорает. Мы с тобой обе пацанки. И когда надо, мы девчонки. Ну да. Еще мне очень нравится, что мы с тобой имеем корни. Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай. Не знаю, я чувствую себя так круто от того, что я такая разная. В плане, я могу быть и вот такой, и могу быть обычной, и у меня мама такая, папа такой. И я как бы к двум культурам могу себя относить. Метиской быть прикольно. Да, блин, вообще от души, душевная душа. Кто тоже метисы, пишите в комментариях, будет приятно познакомиться. Я тут недалеко. Музыку хотя бы включи. Я тут неподалеку, которая мне понравится. Ненавижу, люблю. Короче, мы положили в духовку две вот эти прекрасные штучки. Убирай сама. Поэтому сейчас я это закрываю, и давайте засечем 40 минут. То есть 18-10, мы должны это все дело прикончить. Раньше мы тут даже никакой таймер не поставили на этой духовке. Я сейчас всегда, когда в духовке что-то делаю, просто сразу там таймер ставлю. Так удобно, а раньше никогда не делала. Так, сейчас вот столько, в телефоне какой-нибудь таймер. Или так, 18-10, я подойду и проверю. Ну, блин, ну да, жизнь, все подознается с опытом. Юлия моет посуду и убирает. А я отдыхаю. А знаете почему? Потому что... А, нет, не почему. Это мы отручены объяснений. Я вот о чем думаю. Когда пойдем в путь, ли? Да. А что вспомнила, когда мы уже туда все положили, знаете, что мы забыли поперчить и посолить. А это не надо! Да, так что, так как я запереминала их кучу-кучу-кучу, раз, короче, вот так обернула. Пойдет. Да. Уже доставательный вариант вообще. Кстати, если вы думаете, что с моими глазами все просто. Так будет пару дней и пройдет. Я сделала себя краской. Так что не мажмитесь, я не умирай. Пришла, взяла этот специальный отвертка. Кстати, так интересно, ты в каждом кукинге после каких-то процедур там после зубного ходишь, такая вот здесь с глазом красным. Да, но если я вот красный, тогда у меня вообще операция была прям вот. Недавно. Три дня прошло где-то. Офигеть, ты же первые дни, ну, в темноте находилась. О, первый день. Ну, только первый день сложно. Именно в тот день, когда операция утром в 10 часов она была, вечером я уже нормально была. А вот весь день это было ух. Ну, по сути, что, один день, скажем так, каких-то мучений и переживаний, и потом еще дофигища лет офигенного зрения. Да. Дай бог до конца самого. У меня же две операции было, помнишь? Завыла? Что? Когда мне в первый раз сделали, все хорошо прошло. Просто через полгода я почувствовала, что я вижу, как через грязные очки. У меня был расфокус. И меня это тревожило. Почему так? Я как бы вижу хорошо, но в расфокусе, немножко расплывчато. Я пришла, он сказал, что действительно нужда повторная операция. Да, вот такая вот история. Мне бесплатно сделали по гарантии, потому что, ну, видимо, надо было исправить что-то, что они сделали. Не знаю. Либо они не заметили, либо они не знали, что у меня какая-то штука, которая не нуждается в исправлении. Ого. Они мне сделали то же самое второй раз. Ну, там только, по-моему, без давилок было. Только лазер. И все хорошо. С тех пор вообще идеально. Ну да. Это интересно. Но, с другой стороны, может быть, в этом ничего такого и нет, что была повторная операция. Типа, как какая-то коррекция, скажем так. Потому что, ну, все-таки врач, не врач, техника, не техника и мир будущего и так далее. Это все замечательно. Но есть очень много разных операций, которые, например, нужно делать повторно. Но я как-то смотрела, как делают попы. Закачивают жир в попу. И, да, я типа делаю так вот фигуру, туда-сюда. Просто, что интересно, что с первого раза тебе не сделают идеально такие вещи. Потому что какой-то жир, например, не приживется. Не сядет там, где надо. Но это так, просто к тому, что сначала я так удивилась, типа, что за дичь. Но, с другой стороны, наверное, не так уж это и жестко, что была какая-то повторная. Но классно, что бесплатно сделали. Вай-вай. Вот, короче, когда мы ее достанем, мы нальем туда лимонный сок. И, по причине, посолим. Я не уверена, что будет нормально, если мы посолим сверху. Но я решила открыть рецепт, который я, в принципе, не читала. Потому что все по-другому. Тут они даже не разрезали ее внутренности. Они просто... А, нет, или сделали это. Ну, короче, они, видите, голову не оторвали. И хвост. Короче, наша дерьмина приготовилась. Смотримся. Ну, не знаешь. Так, попробуем проверить. Зацените, какой у меня ободочек. Сегодня привезли. Да? Да. Короче, на работу имею в виду прочее. Кто привез? Привезли мне из одного интернет-магазина. Кстати, ссылка оставлю в описании. Приклана продалась. Ну, блин, не знаю, да. Ссылка. Ну, красиво, что поделать, короче. Ссылка в описании. Такая красота. Не, ну, мило. Для фотосессии какой-то, ну, просто не в твоем образе. Ну, да, это вообще угар. Такой лук. Либо. А, ну, ребят, у меня глаза нельзя подпарт. Выребил. Вытаскивай. А, ты что? Отвладись. Ну, тогда, короче, да? Хорошо. А куда ставить будешь, надо решить. Пар даже исходит. Ну, че, давай, открывай. Я уверена, вкусно. Надо посолить только. Дай что? Влячи. Так в ресторане у меня. Спасибо, Рыба. Прикольная ты. Я до сих пор люблю это выражение. Прикольно просто пошутила. Мы недавно были в гостях у моего папы. Он сделал Рыбу. Ну, не то, чтобы я за столом сидела и говорила, Рыба, спасибо. Не важно. Но это про себя только, да? Ну, никто не слышал, какая я. Ну, Славе, я, наверное, сказала, типа, блин, вообще, спасибо, да, этой рыбе такая хорошая. Но это жестко, но смешно. Не, рыба офигенная вышла. Да. Если будете готовить, то никакой картошки вам тут не надо пихать. Ой, ничего, так ничего. Короче, ребят, как вы поняли, это типа рыба, но я не знаю, что это такое, я-то лучше не знаю. Очень часто мы с тобой все наши кукинги до более взрослых, ну, вот до этой квартиры как минимум, мы готовили на отвали, чисто ради видео. И в конце, даже когда было невкусно, мы говорили, нормально, да, по-моему? Не, ну, рыба нормально была. Не, тут-то да, ну, просто мы могли там о чем-то умолчать, не съесть, что-то такое, мне кажется. Да мы сейчас так скажем. Да, конечно. Сто пудово. Мы сейчас даже придумываем, блин, нормально. Да, чуть-чуть где-то как-то, ну, нормально. Не, ну, понятно, мы не будем... Ну, хотя не знаю, просто есть такие моменты, как то, что реально видно, что не приготовилось, например, картошка, походу, вообще не сделалась. Я просто не помню даже. Ну и что, снимали на отвали. Хочешь снова так? Нет, просто я к тому, что мы снимали ради видео, а не ради того, чтобы поесть. Пожрать. А сейчас наоборот. Блин, так жрать охота, давай что-то сделать и снимем заодно. Типа, ну да, надо поменять в сознании этот момент. Лучше сейчас готовим. Да, я даже не знаю, как сейчас приготовить, чтобы плохо получилось. Это сейчас уже постараться надо. Или взять что-то, что еще... Выпечку, я уверена, я его у вас делаю. Хотя буря отжарский, я уверена. Мы делаем, по-моему, да? Нет. Смешно? Точно. Может, замутим? А, мы хотели, но не сделали, по-моему. У нас не получится вкусно. Ну и что? Получится такой видос. А потом за каждой нормальной хорчебу в духовку засунем такую стрёмную, а достанем шикарную в коробке прям дальше с доставки. Ай, как получилось! И с мамой тут-то. Так, чтобы сразу мякушку вот так нам вытащили. Да. Нормальная идея. Очень вкусная. Вкус, оно, конечно, ничего такое. Нафиганное. Да, рыба, конечно, по кайфу же. Не, реально, рыба ничего такая. Короче, это было все. Я знаю, что это было скучно, неинтересно, невесело, возможно. Если мы сейчас пойдем купим макароны с сыром, то, возможно, мы снимем продолжение. О, привезли Гошуну пиццу. Что, Гош? Не открыли, да, Мафон? Я знаю, он не открывается, потому что... Тебя, наверное, придется выйти на улицу. Хочешь, я выйду? Я тоже не хочу. Короче, ладно, ребят. Наверное, всем пока. Дичь. Круто закончилось. Давай снимем реакцию на вашу реакцию. Четыре свадьбы. Да нет, да пошла ты, ты че? Это знаешь, как долго. Мне есть что сказать. Снимите соском. Да нет. Что сказать, даже не знаю. Сказать-то особо нечего. Интересно, как более осознанным людям смотреть на такое. Думаю, жестко. Типа веганы, все такое. Ну, что это все за этих веганов? Ну, пусть веганы не смотрят. Мы же написали, разделываем рыбу. Поэтому плюс 18. Все. Это был четвертый кукинг, причем, говорю, он, наверное, скучный, неинтересный. Миллион семьсот практически тысяч просмотров. И 33 тысячи лайков. Да. И отключили комментарии. Интересно, почему? Не знаю. Реально оставила ссылку на ободок. А давай посмотрим, существует ли это. Года идут. Да. Мне понравилось, но мне кажется, предыдущий выпуск смешнее. Ну да. Но он и подлиннее. Но здесь мы вообще ничего не говорили про рецепт. Заметила? Да, кстати. Мы только говорили о том, что мы не знаем, как сделать. Ладно, у нас впереди есть еще видосы. А, ну на этом мы с вами прощаемся. Если вдруг вам понравились наши реакции, то обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите в комментариях, на что вы хотите увидеть нашу с Кариной реакцию. И мы обязательно снимем, если будет много об этом комментариев. Всех любим, целуем, обнимаем. А мы пошли снимать еще одну какую-то реакцию. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok